Вчера вечером в Каменске-Уральском в прямом эфире тамошней телекомпании Рим ТВ в рамках телепередачи «Острый вопрос» прошли политические дебаты по одному из самых на сегодня актуальных вопросов в России «Ходить или не ходить на выборы президента страны» 18 марта текущего года. Что нам, корреспондентам Тао, особенно приятно, в дебатах поучаствовал наш директор и постоянный ведущий нашей телепередачи Иннокентий Шеремет, один из самых опытных и известных журналистов Урала, который за свою профессиональную деятельность много чего повидал на информационной ниве. Так вот, по его личному мнению, это были, пожалуй, самые крутые, энергичные и эмоциональные политические дебаты в истории Урала, а может быть, даже и всей России. Кто бы мог предполагать, что такой лютый жар случится на небольшой провинциальной телекомпании? Эмоции вот прям плескались через край. Аппонировал Иннокентию Шеремету известный в Каменске общественник, борец за трезвость Андрей Тумашов. Шеремет тоже известен как воинствующий трезвенник, но по этой теме как раз разночтений не было. Разошлись стороны чисто по политике. Тумашов купился на призывы Навального бунтаря не ходить на выборы. Но прошедшее воскресенье в России так называемая забастовка избирателей показала наглядно, что Навальная оппозиция очень далека от народа. По всей стране типа бастовать вышло всего 5000 человек. В Каменске не вышел никто, даже сам Андрей Тумашов. Собственно, к этой несостоявшейся забастовке и были приурочены дебаты. Почему принять участие в них согласился столб уральского телевидения из стольного бурга Иннокентий Шеремет? Ну, по его словам, потому что вел дебаты руководитель телекомпании Рим ТВ Сергей Батурин, человек с горящими глазами. Много у нас в горах ярких журналистов, ведущих ток-шоу, но большинство, даже молодые, как-то уже забронзовели, покрылись жирком лени. А у ведущего Сергея Батурина все дебаты, в которых раньше участвовал Иннокентий Шеремет, всегда проходили ярко, мощно и энергично. Но то, что случилось вчера, это побило все рекорды человеческой страстности. Это касалось и жестикуляции, и лексики. Местами было очень жестко. Зрители в прямом эфире за словами в карманы не лезли, рубили с плеча. Участники шоу тоже в выражениях особо не стеснялись. Вы говорите, американская марионетка. Это штампы, которые навязаны сверху. Что вы мне сказки рассказали? Да жулики и воры. Это не штамп придуманный. Ну, тоже может быть. Миленький вывой, я политикой занимаюсь давно. Я выборы освещаю давным-давно. Приклеили к Единой России штамп этот, жулики и воры. Посмотрите на все остальные партии. Везде встречаются. Вот на все остальные. Я вас уверяю. Я не знаю, как на федеральном уровне. Я, давайте, вот точно знаю, на Свердловском уровне. На областном. Тоже область не последняя, одна из крупнейших. И густо населенные. Одни жулики и воры в других партиях. Серьезно я вам говорю. Это просто катастрофа. По замыслу в сетке телекомпании эти дебаты должны были занять один час. Но яркая дискуссия растянулась более чем на два часа. Среди зрителей, смотревших дебаты и по телеку, и на ютубе, были и известные земляки. Самый знаменитый в России пранкер Лексус. В миру Алексей Столяров позвонил в студию. Не, ну как тоже самый. Такой же знаменитый, как и его друг и брат по разуму пранкер Вован. Еще позвонил Евгений Маленкин, бывший вице-президент фонда «Город без наркотиков» и наш большой друг и православный братишка. Андрей, приветствую. Иннокентий, также тебя приветствую. На самом деле, позиция близка, конечно же, Иннокентия Викторовича. Но вот Андрей хороший мужик, русский, православный, борец за трезвость. Но я считаю, Андрей, ну просто есть определенное влияние. Влияние это Евгения Ройзмана. К сожалению, наш бывший друг, мой бывший друг, ну ушел не в ту степь, на самом деле. Ну сбился с пути и, может быть, когда-то вернется. Вот. Что касается вообще позиции ходить на выборы, не ходить на выборы, совершенно глупое занятие, забастовка. Совершенно глупое по политтехнологиям и совершенно бездарное вообще по своему действию. Если мы хотим что-то изменить, нужно идти на выборы и отдавать свой голос. Благо, кандидатов предостаточно. Хочешь ты такой кандидат, хочешь такой кандидат. На выборы идти нужно и необходимо. Ну в основном звонили простые жители Каменска и Окрест. И местами был вот прям огонь. Казалось бы, вопрос простой, ходить или не ходить на выборы. Да что проще? Раз в шесть лет у тебя есть право голоса. Так не срывай себе голос, исполни свое конституционное право. А нет, по этому вопросу прошла линия водораздела. Вот страсти и кипели. По накалу эмоций эти дебаты можно было сравнить, пожалуй, что с древним диспутом Жириновского и Немцова. Ну когда Владимир Вольфович плеснул в лицо оппоненту сок. Но там блеснуло только одно мгновение. А в Каменске было два часа ярости. Ибо вопрос-то очень актуальный. Или Россия продолжит двигаться прежним мощным курсом. Или в период санкций и давления начнутся перемены. Вопрос-то о судьбах Родины. Шеремен задавал Тумашову, а в его лице всем противникам выборов, ну вот допустим глубоко, теоретически, не придет народ на избирательные участки 18 марта. От этого лучше будет жизнь в России. Ответ прям надрывает мозг. Ну я не знаю. Я не думал об этом. Так вот главное это думать. События столетней давности показали, насколько это важно. Думать. Февральскую революцию делали люди не чета нынешнему Навальному с двумя уголовными делами. Интеллектуалы, умищи, Родзянка, Керенский, Львов, Струве и Ижи с ними. Ну тоже думали, что необходимы перемены. А великая страна уже на следующий день начала разваливаться. А сейчас давление извне не хуже, чем век назад. Но опыт у нас есть. Прививка более чем серьезная. Так что думается, россияне подумают и решат самостоятельно ходить или не ходить на выборы президента России. Продолжение следует.